Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок. Мы сегодня рассмотрим, как нам разрыхлить у нас в Минском регионе. Минск, Витебск, Могилёв, значительная часть в Гродненской области. У нас почвы дерновоподзолистые, тяжело, средние и легко суглинистые. И что делать с таким грунтом? В частности, здесь непосредственно средние суглинистые почвы. И если ничего не делать, то они все-таки такие холодные и застойные. В силу того, так глина накапливает тепло очень хорошо, но в силу того, что они кислые, тяжелое сложение, если не разрыхлять структуру, они становятся тяжелые, воздуха в них мало, плотное сложение, и тяжело проходят все процессы. И что делать с такими почвами? Но первое, что нужно сделать, это привести в норму PH почвенного раствора. Поэтому вначале нужно произвестковать. И вот у нас здесь такая небольшая, скажем, деляночка, еще не занятая культурами. Она потихонечку высвобождается из старого заброшенного сада. Здесь 19 лет никто ничего не делал. И вот потихонечку мы будем приводить в порядок эту почву. И можно видеть, что эта земля вот такая вот, ну, она-то структурированная, да, потому что все-таки здесь хозяйственная деятельность хотя бы до этого велась. То, что структурировано, это хорошо, но... И я сразу хочу оговориться, что в прошлом году здесь вносилась сизость. То есть она... Мы внесли ее здесь из расчета 400 граммов на метр квадратный. И она уже вот такая немножечко разрыхленная, но тем не менее ее еще нужно разрыхлять. И чем разрыхлять? Разрыхлять лучше всего, конечно, органикой. И что сюда можно класть? Можно навоз. Естественно, лучше перепревший. Если нет возможности там перепревший навоз, а вы хотите на следующий год ее, ну, как бы в землепользование ввести, то можно даже, собственно говоря, и положить и свежий навоз. Ну, за зиму и начало весны какие-то процессы произойдут. Просто тогда нужно думать, что из культуры уже высаживать. В принципе, картофель это перенесет. И пропашные культуры, они для этого хорошо. Они вычищают землю неплохо. Можно стелить такой незрелый навоз свежий. Можно поверху стелить. И это даже предпочтительно. Его можно даже и удобрять такие плодовые деревья в случае чего. Но это тоже улучшит структуру. Почва. Но там есть, скажем, вероятность обсеменения. Но можно обойтись и другими способами. Естественно, хорошо пригодится нам солома для этих целей. То есть мы вносим солому. Это и своего рода. И органика. Единственное, что ее нужно из расчета тонна на гектар. То есть это получается 100 килограммов на сотку. Либо килограмм на метр квадратный. Чем еще можно пользоваться? Вот у меня здесь есть такой спрессованный шрот. Вот такой бежево-рыженький. Это шрот сои. И шрот подсолнечника. И вот этого тоже очень можно пользоваться. Причем это очень технологично и легко. То есть я сейчас рассыплю это поверху по земле. И под перекопку вот так вот вы внесли. Посыпали. Естественно, чем тяжелее у вас грунт, тем больше должно быть у вас внесено такого материала. Ну и вот потом это спокойно можно закапывать. В принципе, этим можно же эмульчировать почву. Но летом, допустим, когда я весной ее сделала, тогда я пользовала только шрот подсолнечника. То когда я ранней весной это внесла, получилось все замечательно, все хорошо. Но летом, когда я внесла, прошел дождь, и все эти гранулы увлажнились. Они, значит, стали рыхлыми. Но было долго так тепло и сыро. И, ну, пошла какая-то бактериальная флора начала развиваться. И очень неприятный запах. Поэтому все-таки лучше под перекопку. Или там ранее весной эмульчировать. Но вообще лучше под перекопку. Ну и, в общем, вот это вот все перекапывается. И таким образом грунт влажный. Гранулы эти потихонечку разрыхляются. И делают свое, как бы, дело. Есть еще из таких вот материалов, которые у нас почему-то пропадают на льнозаводах. Почем зря. Это льно-300. Вот видите. Льно-300 или костра. И вот ее тоже с этой целью можно пользовать. Ее можно пользовать точно так же и в качестве мульчирующего материала. И то же самое можно. Для мульчирования льно костра гораздо лучше подходит, чем шрот прессованный. Потому что сам лен, он обладает бактерицидным эффектом. И вот такая мульча вам, во всяком случае, не даст развитие патогенной флору. Ну и вот все это вот так, таким образом просто перекапывается. И вот таким образом получается и грунт обогащается органикой и разрыхляется. Что еще может подойти для разрыхления грунта? Очень многие пренебрегают очистками, ну и различными, скажем такими, органическими отходами. И вот вы видите, здесь у меня шелуха от фисташковых орехов, очистки картофельные подсушенные, розочки стояли в букете. Все это измельчено. И это все можно тоже для разрыхления грунта использовать. Единственное требование, нужно хотя бы это подвялить. Лучше вообще подсушить. Тогда я уже неоднократно говорила в роликах, что когда вы сырое закладываете, органическое вещество, те же очистки, если вы будете сырые закапывать в землю, они, да, какое-то обогащение органикой будет происходить, но одновременно будет происходить и процесс огниения. А нам нужно, чтобы происходила минерализация. И вот для этого очистки вначале подсушиваются. И когда они хотя бы подсушены, хотя бы подвялины, уже все-таки процесс огниения не будет происходить так интенсивно. А уже какое-то заселение определенной флоры этих очистков, органических от уходов происходит. И они, ну, минерализуются и как бы работают хорошо. Ну и то же самое под перекопку. Просто вот рассыпаете поверхностно, можно непосредственно в канавку, а можно вот так вот. Вот, когда я только начинала, значит, заниматься вот этим огородом, то, собственно говоря, я так вносила под кусты, высушила все органические отходы, которые дома остаются, и складывала их там в определенную тару какую-то. И потом под перекопку все это заделывается без проблем. И таким образом из очень-очень... Ну, это средние суглинки, но тем не менее, они были здесь очень плотного сложения. Получилась достаточно такая хорошая земля. И вот даже здесь, здесь еще ничего из органики не вносилось, но даже внесение одной извести уже позволило во многом сделать грунт более рыхлым. Вот вы видите, еще рядом здесь находится древесная щепа. Можно и щепу вносить. Ну, а со щепой каким образом? Она у меня уже как бы буртованная. В течение года она пролежала. И вот можно видеть, что она таким белым налетом покрытая. Это микориза. Это хорошо. То есть идут процессы. И для того, чтобы вот такой процесс микоризации шел быстрее, и для того, чтобы щепа... И щепа, и солома... Почему много даже не добавляется? Во-первых, они тоже делают, подкисляют почву. И, значит, для того, чтобы они быстрее разлагались, их тоже нужно либо мочевиной обрабатывать, либо можно, допустим, опять-таки, куриный настой, жиженавозный, у кого чего есть. Но, в принципе, эти препараты тоже можно пользоваться. Значит, у меня это был расторм очевидный. И вот вы видите, что разложение еще как бы происходит. И я щепу, как бы берегу, вносить под перекопку я и не буду, потому что у меня здесь есть голубика, и она заготовлена для голубики. Если она, допустим, щепу можно под перекопку добавлять для разрыхления субстрата, грунта вашего, но тогда, значит, вы вначале ее обработали мочевиной, она у вас год полежала, и на следующий год, вот осенью, вы можете просыпать ее известью, и тогда лучше ее и прорыхлить. Вилы для этого больше пригодятся, чем лопата. И пересыпать известью. И она у вас будет готова к применению. И потом вы можете уже весной под перекопку, пожалуйста, носить. И можно, собственно говоря, и осенью. Но лучше же все-таки, чтобы щепа полежала хотя бы два года. Но вот сейчас шрёдеры продаются такие. Это измельчители ветвей. Единственное, что нужно, конечно, тщательно изучать, какая марка вам подойдет больше. Но мой призыв не сбрасывайте это со счетов. Все мелкие ветки перерабатывайте на шрёдеры. Там указано в зависимости от цены, от мощности этих молотков. Есть такие, есть стационарные, большие машины. И если у вас, допустим, старинная усадьба, и вы рекультивацию затеяли, то там даже стволы, большие стволы перерабатываются. Можно эту машину просто нанять на несколько там суток и переработать всю вашу древесину в щепу, бортовать её, и у вас будет отличный, ну, такой материал органический, который запросто можно употребить, пустить его в дело и обогатить почву вашего участка органикой. Когда вы проливаете это мочевиной, значит, у вас уходит инфекционное начало, просыпаете известью и, естественно, снимаете кислотность. Ну, здесь я бы ещё хотела просто так ещё немножечко уточнить вам, что если это лиственные породы, то древесина не такая кислая, а вот хвойные породы, там более кислая древесина получается, и там ещё много смолистых остатков, смол содержится, да, и для их разложения нужно и более концентрированный раствор, и, может быть, стоит её, допустим, мочевиной пролить дважды. Тогда она быстрее начнёт разлагаться. Всё, мы перекопали, значит, внесли нашу органику такую разрыхляющую, субстрат. И что ещё можно для разрыхления субстрата? Естественно, можно вносить торф, да, можно вносить ещё песок. Ну, это, в общем-то, ну, как пожелание, да, если есть такая возможность, можно это сделать. Естественно, лучше вносить торф, значит, уже не зимный, не кислый торф. Хотя, если у вас такая, ну, вот тяжёлая сублинка, например, да, то, естественно, верховой торф тогда просто нужно произвесковать уже так основательно. Не 300-400 граммов на метр квадратный на сети извести, а граммов 700-800. Ну, и тогда использовать верховой торф, потому что он длинноволокнистый, он хорошо структурирован, и, естественно, он в большей степени справится с задачей разрыхления грунта. Поэтому главное просто чётко понимать, что и для какой цели мы вносим, и какие последствия мы потом пожнём. Но если, ну, вот такой совсем уж суровый, тяжёлый, притяжёлый субстрат, то, конечно, хорошо было бы туда и песка внести. Почему? Потому что глина – это мельчайшие частички глинозёма, а песок, кремнезём, значит, крупные частицы. Ну, и за счёт песка тоже будет наступать разрыхление. Ну, вот такими материалами. То есть песок, торф, органика, щепа, солома, шрот, костра. И ещё очень-очень хорошо для плодородия, если у кого-то есть рядом какие-то фермы, какие-то предприятия, кто занимается выращиванием грибов, вешенки, шампиньонов. Субстраты, они разные пользуются. Кто-то соломой пользуется, кто-то пользуется на торфе выращивать, но вот этот субстрат, они его выбрасывают. Если есть такая возможность, сейчас начали, ну, уже эту, как бы, как сейчас модно говорить, фишку уже многие знают, эти фермы начали уже продавать этот субстрат. Это очень-очень хорошая вещь. Вы покупаете сразу с такой обогащённой почвенной флорой и фауной, что называется, микро, конечно. И вот эти вот субстраты, и солома такая после вешенки, например, и торф после шампиньонов, это очень-очень облагораживает и почву, и разрыхляет грунт хорошо, и хорошо подкармливать, и поверху рассыпать этот грунт возле кустов, возле плодовых деревьев, то есть абсолютно для всего она годится, и для голубики тоже годится. И ещё вот попутно могу сказать, очень многие сбрасывают со счетов различного рода бурьян. Часто видишь, что вот где-то там крапива высохшая лежит, но это же тоже можно использовать. как правило, это после зимы уже бывает. Вот этот сушняк тоже можно сгребать и закладывать при перекопке, закладывать в канавки и прикапывать. Это тоже очень здорово разрыхляет структуру почвы. То есть любая органика подойдёт, листовой перегной тоже подойдёт, требование только одно. Вначале обрабатывайте мочевины, снижайте инфекционный фон, но самое главное у вас в руках органика рыхлый субстрат и при добавлении его в почву тяжёлого сложения он естественно будет разрыхляться. Вот у меня собственно говоря всё. С наилучшими пожеланиями Рябцева Тамара Васильевна. Всего хорошего. До свидания.